Всех приветствую на канале Бажениты, Умская область. С вами я, ведущий Влад. Сегодня я поехал в город. Мне начальство, моя жена, дала задание купить ЗЦМ. Телята у нас подросли. Молоко нам нужно, реализуем его на рынке. И чтобы молоко экономить как можно больше, покупаю ЗЦМ. ЗЦМ я покупаю стабильно, постоянно в одной и той же фирме. Эта фирма называется Вавилон, наша Омская. Находится она на Семереченской, это Старый Кировск. Сейчас я зашел в торговый дом Вавилон. Здесь у них витрина. Практически все, что здесь есть, все импортное. Конечно, слюни текут, хочется купить одно, другое, третье, но финансы не позволяет. Ну, у кого есть возможности брать через Росельхозбанк, тебе вот, у меня такого нет. Все рассчитываю только на свои личные деньги. Что мне здесь понравилось, так это вот есть мерные ленты для свиней, для коров. Ну, принцип такой, рулетка, инструкция, разворачиваешь и можно сразу примерно, погрешность, конечно, есть там 3-5 процентов, но все равно знать, вычислить, какой вес у вашего животного. Слишком дорого я брать не стал. Такая вот щеточка есть, тоже хорошая. У меня есть наши российские. Ну, конечно, с нашими, с российскими не сравнить. Ну, короче, тут можно прийти, есть продавец-консультант, сейчас я подойду к нему, прийти, спрашивать, интересоваться, что здесь есть. Что меня еще интересует, так это, значит, консервант для для дойных долей коров, потому что сейчас вроде как еще холодно, а чуть-чуть-чуть и, значит, станет потеплее, то нужно будет коров выгонять в поле, для того, чтобы соски не трескались. У нас есть вот такая посуда, я тоже входил у них, покупал, но для того, чтобы ей пользоваться, нужен раствор. Раствор там, значит, на основе воска сделал, ну, там разные. Сейчас, я прошу мне объяснить. Раствор есть в этой фирме, но он в больших емкостях, он рассчитан на большие хозяйства. Вот такие емкости, ну, тут они, значит, разные, можно выбрать, прийти. От этого я отказался, значит, купил только один ЗЦМ. ЗЦМ какой? ЗЦМ, вот, ЗЦМ, потому что у меня многие спрашивали на теме по поводу ЗЦМ, как название и что и как и с чем. Я подойду к консультанту, он мне расскажет все и покажет. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Алексей, торговодом «Авилон», я менеджер продажа. По ЗЦМ у нас много видов, всяких разных есть, 15%, 16%, 20% есть и 16, 22% есть. По стоимости от 68 рублей за килограмм идет. Мишок 25 килограмм проходит. Как бы, вот так. В чем изуминка этого ЗЦМ? У меня спрашивают, какой нужно брать, а какой не брать. Вот я беру ЗЦМ с семечком льна. Что, в чем, в чем, заключаете именно семечко льна? Ну, много, все по-разному берут, мало, много кто спрашивает, со льном. Ну, со льном, когда берут, как бы, в меньшей диарее бывает. Да-да, чтобы, чтобы утерять не было поноса, значит, вот я, по своей практике, значит, беру ЗЦМ с семечком льна. Значит, это исключает, значит, возникновение там, значит, всяких болезнетворных, ну, сохраняется, значит, микрофлора в организме теленки, и они не поносят. Вот я показал, значит, это, потому что спросили у меня, какой ЗЦМ берешься? Я объясняю, что, значит, Вовимилк. Вовимилк специально делается и заказывается вот этой фирме. Я даже не знаю, где заказывать, здесь спрашивают, не решаюсь, значит, и часть логотипа, название, значит, этого торгового дома содержится, значит, название этого ЗЦМа. Что мне еще, значит, здесь понравилось? Я видел, значит, у других блогеров с европейской, значит, части России, они при доении используют вот такой вот агрегат, приспособление. Значит, вот это называется антибрык, потому что у нас есть и молодняк, и когда бывает, что дойные ранятся, ранят вымя во время доения, для того, чтобы их подоить, облегчить свой труд доядки, ну, я же свою жену берегу, и применяется антибрык. Он, значит, как я им буду пользоваться, я приеду домой, я об этом все покажу и расскажу. Ну, а пока что, значит, антибрык у нас идет, тоже немецкий, идет за валюту. В общем, на наши деньги где-то у меня 800 рублей обошелся. 700, ну, там, 700-800, ну, нормально, для меня это нормально. Проще купить антибрык, чем травмироваться или, ну, или не подоить каков. Ладно, я пока сейчас прервусь, приеду домой, покажу, как буду пользоваться антибрыком. Приезжайте, значит, кто находится близко, значит, в нашей области, в торговый дом Вавилон, покупайте. Склад у Вавилона находится территория Карбашской базы, на Семереченской, а офис там, где мы выписывали. Там, значит, оплачиваешь офис, а потом приходишь и здесь человек специально приходит и занимается погрузкой, разгрузкой. Короче, поднимать неохота, сказал, что больной, человек грузит. Тут пропуск, так просто не заедешь, нужна пропуск. Все, молодец, спасибо тебе большое. На обратном пути, я, значит, после того, как купил ЗЦМ, еще в другую фирму заезжаю, значит, спрашивают, как поднять жирность молока, чем поднять зимой. Зимой же нету сочных кормов. Свеклака давно кончилась, значит, других сочных кормов, кроме картофеля, нет. Картофель тоже имеет свойство кончаться. Заезжаю в фирму, значит, здесь и покупаю конкретный, такую добавку, она очень интересная. Вот менеджер, значит, он объяснит, что за добавка. Это все элементарное, просто, это жмых. Наличие имеется жмых льняной, жмых подсолнечника. Он сам по себе довольно-таки жирный и сочный. Добавляется в корм. Это не как корм, а добавка в корм. И, соответственно, повышает жирность молока. Но я беру жмых подсолнечника. Я, значит, вот эти жмыхи, как не брал, боюсь их брать. Ничего страшного. Все когда-то бывает первый раз. Жмых льняной, он довольно-таки жирный. Он даже, скажем, пожирнее, чем подсолнечника. Он очень хороший. Обслуживание. Сам не гружу. Не могу пачкаться. Парни сейчас за годы. Снимаете, как мы работаем? Да. Вот это дорога, вы и четыре. Кимо покажется. И вот так вот каждый раз. Как люди ездят на легковой, то в Газели полную машину набиваешь. Туда полный, назад полный. Кое-как из города, блин, выбрался. Сейчас можно ехать спокойнее. Не сзади нечего заткнуть, ничего не воткнешь. И здесь то же самое. До самого потолка. Чтобы по городу грозовой транспорт у нас не ездил, сделана объездная дорога. Омск-Федоровка. Сейчас поднимаемся. Поднялся я на мост. Возле Красного Яра. Сейчас покажу. Сервис большой здесь. Вот прямо дорога пошла на Тюмень. Налево местная дорога. Это в Любино, где железная дорога есть. А мне ехать направо, в сторону Тары. Где-то километров семьдесят. Всем добрый вечер. Сейчас будем эксперимент делать. Взял я антибрык. Сейчас его одену. Короче, почему антибрык? Корова молодая. Это наша корова отелилась. Еще маловоспитанная. Вот мы сейчас ее воспитываем. Но не все же бить кнутом. Надо же с помощью технических средств ее приучать к доению. Сейчас вот на одну, а потом попробуем на другую одеть. Сейчас вот на другую одеть. Делай, пробуй. Дубль два. Скинуло. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Тоже молодая, это вообще не наша корова, куплена по осени, еще тёлкой, а там такие хозяева были, уж не буду называть их фамилию. Ну короче дикая корова, ни хрена, толком её никто не воспитывал, ходила с телёнком сама по себе, когда ходила в стадо, когда не ходила, сама себе хозяйка была. К нам пришла, а тут у нас стадо большое, её сначала корову воспитывали, сейчас мы воспитываем. Её вообще без бронтибрыка невозможно доить, сейчас посмотрим, как она будет реагировать на него. Спокойно. Стой! Стой, блин, чё ты присела! Пытайся! Чё ты, блин! Ах, 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 как, блин! Стой, спокойно! Запрыгала бы! Стой! Стой, 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 стой! Чё западаешь-то? Стой! Стой! Стой, спокойно, и всё, я тебя никто не будет трогать! Чё, блин? Вот так! Стой, ноги раздвигай! Стой! Стой! Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем, все поняли, для чего нужен антибрик Эта корова еще, она молодая и напугана Еще буквально на прошлой неделе ходили, то есть спокойно Ходили и приходили, тут обработку делали То вакцинировали, то кровь брали, то берковали Молодая еще и напугана В общем, я купил антибрик и не разочаровался в нем Патентал там 735 рублей И то это нормально Нашел только в одном месте у нас, в Вавилоне В других местах я смотрел, их не было Специализированный магазин привозит импортную технику всю германскую Конечно, там все рассчитано для промышленного производства Но сейчас частники работают так же, как промышленные производства Вещь хорошая, короче, у кого если есть такие буйные коровы, берите и не пожалеете Насчет ЗЦМа тоже поняли, в той же фирме я брал, значит, ЗЦМ Какой я тоже рассказал В общем, кому понравилось, ставьте лайки или дизлайки Подписывайтесь на мой канал Буду дальше рассказывать как и о технике, так и о животных и о других своих увлечениях Ну, всем пока!